Вновь есть часы, и матовка с крестом, Колокола поют на колокольне, Десятки лет, и жизненным крестом, Молчавшие убедение неволе. Все дни гости святой, старинный стик, Обитель старца светлого варнала, Они немного разных тайн хранит, Причастен укрепления русской славы. Здесь вечным сном, великий мужик, Леонтьев, Розанов, святой земле и патрибе, Здесь время по основному бежит. В легенды, в эпос, обращая, были, Уходит прочь кровавый страшный век, И новый век уже стучится в двери, Слечащийся сбитый столк у человек, Ко глупостью идет к исполненной вере. В отресах храма службу вновь идут, Колокола поют на старой звоннице, И деды внуков крестить ведут, И вместе с ними за Россией молятся. На колокольне новые часы показывают время обновления, Сверкают по золотым кресты, И долгой лес пророчит Возрождение. Эти стихи написаны Валерием Александровичем Голубевым, Человеком, который, к сожалению, Всех нас покинул в конце этой зимы. Человек, без которого трудно представить Историю большого литературного смерть дела Пасада. Долгое время Валерий Александровичем, Точнее, с 1994 года был заместителем Владимира Стощина. Потом Виктор Вивену он восслаблял Наше поэтическое объединение, Министературное объединение Виктор Вивеновичем Голубевым. Он все время был гущим всех министературных дел, Он все время помогал ученальским авторам, Он все время участвовал в сборниках, В составлении различных сборников Наших литературных трудов, Что касается альмонахов, Что касается произведения ушедших от нас Поэтов и писателей. И Валерий Александрович, конечно, Очень знаковое такое явление Для всей нашей литературной жизни. Он был замечательным человеком, Он был замечательным психотворцем, Он был мудрым союзником, Он был помощником, Скольких людей он воспитывал, Скольких людей он помог За свою жизнь. И мне хотелось бы сегодня Еще раз представить Дочь Валерия Александровича, Вилену Голубеву. Она несколько раз уже была Здесь, в гостях нашла Тонуса. И пусть сегодняшний день, Сегодняшняя встреча пройдет Под свежим именем Валерия Голубева. Мы будем читать его стихи, Вспоминать его слова, Вспоминать о нем, Как о поэте, как о сцене, Человек, видящий желудоке. То есть, человек был очень разносторонний, Многоплановый. И, кстати, от певания Валерия Александровича Голубева Проходило в том самом Чабидеском ститул, О котором он вам рассказал Своим стихотворением. Итак, Елена, мне бы хотелось услышать от вас слова о своем отце. Кем был для вас отец, помощником, соединичником? Какие вот вы можете вспомнить эпизоды, Из него уже есть, не может быть, Музыка, известный вестератор романчного города? Почитать свои любимые стихи. Добрый день. Ну, мне хочется, Боюсь, я боюсь показаться банально, И поэтому, наверное, Пронесла бы красивой, То есть, на вопрос в том, что он был, Кроме того, что он был прекрасным, Мудрым, Ну, очень-таки разносторонним человеком, Я обезвала к нему со всеми вопросами, Иногда он даже раздражался и говорил, Что у нас крик больше, чем в моей голове. Вот. И мне часто ужасно не хватает, Когда, Когда понимаешь, Что вот, ну, Та защита, которая была в жизни, И любой мелочью можно было к нему обратиться, А теперь придется как-то жить без этого. Вот. Ну, так он был прекрасным, Он имел все. Когда я была маленькая, И мама по какой-то причине отсутствовала, Он чел для меня с сарфанчиком. Он имел шить, Ну, я не помню, чтобы он резал носки, Ну, все, что можно делать руками, Он делал и нехалячно. У него был очень-очень творческий взгляд на жизнь. Такой он увидел сразу, Какой-то иностранных вещей, Которые встречаются всем нам. Ну, вот, например, Когда он ходил по лесу, Я думаю, что большая часть его другие знают, Каким он был прекрасным лесным человеком. Я не скажу грибником, Потому что там целая... Ну, я не знаю, Ну, большая часть жизни проходила у него в лесу, Когда начинался с сирон, Он шел на сморщиками с пачками Первые ясения грибы, Потом начинались ягоды, Горди не уносил в малинику, Потом малину, Брал нас с браком с собой в малинику. Это была страшная малиника, просто. Если нет бесконечный металлический орд, Который нападает на нас, Мы не могли понять, Что его так поделикали. Но, тем не менее, Он со свойственным образом Ходил туда, Ну, пока были ягоды. А как я это не знаю? Это вокруг? Это вокруг 100 трех высот, да. Но, когда мы уезжали к бабушке, Конечно, Он бегал, Отбегал Ивановскую область, Собирая там то, что росло. А он родился в Ивановской области? Да. Он родился, конечно, в Ивановской области. Он родился в Ивановской области? Да. Там они познакомились с мамой? Нет. Но они познакомились в школе. А мы с мамой очень познакомились в школе. А папа пусть покинулась тут, И мама уже пошла за него в школе. Чтобы... Скажу, они не доставались, да? Может быть, интересно, В этом году вы могли отменить, Собирать золотую свадьбу в своей традиции, да? Если бы папа не болел, То, наверное, этот день не будет болен. Ну, конечно, Это день был успех, как встретить, да? Тепикатия в этом году забыла, да? Тепикатия. Ну, она была не из-за праздника, к сожалению. И в первую половину года, когда он заболел, Может, дали, что он будет поднять на поправку, Потому что сумасшедшие эксперименты, надеюсь, Облучали все, что можно, То, у него эпидемия до конца лета в один эпидемия. В один эпидемия. Поняли, что он уже закончил, он может поможет. И он, конечно, очень может, Собирать свою болезнь. И в конце 2015 года, не выпуская за руки телефон, Потому что под компьютером вставать уже не мог, Он Настю Перу отправлял какие-то маленькие заметочки, Редактировал, как правильно сказать, Рецензировал своих авторов любимых, Которые Настю Перу писали что-то. То есть прямо активно-активно, И пока не могут держать в руках. Сейчас вы вспомнили о том, что, действительно, Валерий Саныч, я сейчас не люблю ходить в Весну, Не буду сразу повлеветь в нем природу. У него, кстати, много стихотворений о природе. Может быть, вы какое-то прочитали с вами, Или какое вы хотели сейчас прочитать? Да, просто. Про природу у него очень много. Очень много. Кстати, у вас не дурал каких-то вещей, Что это происходит? Да, да. У нас дом, вот мама как раз вчера произнесла фразу, Что казалось бы все незаметно-незаметно, А дом наполнился вещами, Каждая из которых уникальна, И не сделана его руками. То есть вот он идет, Видит, там, Большой на дереве. Большую часть людей стульных нет. Скажем, большую часть людей прошли его мило, Папец подсунил его с таких сторон, Спилил, принес домой, Делал из него прекрасную вазу. У нас приедет у нас. И встречает взоры каждого. Вот. И как думал, он не оказывается, С юга он привозил какие-то, Там нозы, Они захотли, не спрясаны, И он, там, Видел спреди них, В них какие-то фигуры. Там у нас есть Степан Разин, Который бросал свою невесту зубов. Вот. Прямо какая-то скульптурная композиция Из двух лепочек. Вот. А что касается лета, Вот я цитирую, Заглядываю у него страничку, Он даже последний день с этого, Он уже год много улицует. Вот опять, например, Мне очень нравится. Вот такое легкое створение хорошее. Слово 5 сентября. Уже мы первые. Из пожирного, знайте, интересно. Не повезли грибы на деревьях, А рассыпали снизу полезно. Вот теперь, гоняясь за каждым, На коленях вынужден ползать, Утоляя грибную жажду, Собирая опята в росы. Но порой на пеньке невестоком С удовольствием глаз приметят, Как мозаиские зайцы с копом Молодые, которые тратятся. Потребаешь, что не упоровка, Кузоводок свой приглашаешь. А когда он наполнился, Трофтой, ты счастливой, Домой собираешь. На ходу примечают отсюда Шляпки поздно хотят туги, Оставляя их прочному люду, Пусть хотят на дырок Изреки. Вся вопрос очень важно, Если человек умеет природу, Если он любит природу, То он уже неравнодушен К живому миру, То он имеет вот такое острое око, Ему все негде грабить. Как сказал замечательный испанский поэт, Что лорка, Что равнодушие к престолу ситаны. То есть, если человек, Как и не новым сердцем, Зирает на все вокруг, Что он уже не только стих не способен читать, Он не способен не полюбить, Не отсловить влежнего. И поэтому это весьма символично, И понятно, Что Валерий Александрович так любил природу. Вот, но... Если мы говорим о природе, То я не могу не упомянуть, Как он любил животных. И собаки, все кошки знакомых, Которые видели, Первый человек, который он принимал, Вот как дети, Они выбирают там воду, Так и животные, Они в предыдущем их хватят. Хотя, у нас дома кот, Ну, собственно, не то, что хотят, А этот кот, Вот он прям подоказал, Он ходил и спалом в ногах, Все же с вами. Господи, это уже 18 лет. В общем, Сразу раз мы заговорили О его сердительном отношении К живой природе, Мне очень нравится, Потому что вы выбирали Спотворение «Балладой черной стрелы». Он прекрасный. Вот. Основной реалии Самый сердце. Стриж черной стрелой Пролезал в высоту. Красив был его полет, В душе зарождавшей Невойной мечты, Достигшей Таких высот. Он черной стрелой Устремился к земле, Где воздух мошками взбил, Но был водителем на веселе В приземном полете Избитым. И помощь на стриж На слайде лежала На черном, А не на кровь. Был он живой, Но уже не ждал, Что не был виден самолет, Что снова увидит Полет друзей И земли С большой высоты. В глазах Обволен теменем И теменем, Но не было Пустоты. Вдал я его И в ладонях согрел, Стрижашки, Чтерим, Как ночь. Был явно печальный Его удел, Но чтенка Хотелось помочь. Поднявшись с ним На седьмой этаж И сделав гнездок Невок, Его разместил я На ложе и так, Чтоб видеть он Небо мог. И Стриж Неотрывно Смотрел С высоты На него Трежечный вид. Представил Где-то На грани мечты, Что вновь Здоров И лететь. Да, Сломаны крылья, Ужиблина грозь. Нет, сам Улететь не мог. Ему постановил Как ускори шагнуть За вечность И полный порог. Он Пищу отверг, Отверг Песня. И Настолько Прощайно Смотрел В родной Бестонный Необосновимый Все Возьмите Наши Стрижки Эта книга, Которая издана В 2003 году И называется Она «Стрижная Бога» Незайственная Данный Друг Владимир Александрович Владимирович Костин с рекомендацией Старе Водя Николаевич Умагал Оббирать Песню Водя Николаевич Умагал Оббирать Песню Есть Готовение Умагал Одна Единственная Книга У Лидии Сергеевны Грек Но Этали Книги Очень Достойные И не случайно Валерий Александрович Так помогал Скажем Лидии Сергеевны Он просто должен У меня как работе Как брат Почти И Они Приходили на смиток В то время Вместе В Лидии Сергеевне Помогали Друг Друг А смит Сергеевны Конечно тоже Помогались Но Это Конечно Извинительная Такая Любовь Просто Безгарностная Его Мама была далеко И Наверное Частично Он на Лидию Сергеевну Перенес Свои Сыновные Чувства Которые Ну Не мог В силу Своей удаленности От Мастер-мастерского Мамы Дать И Я Кстати Да Хотела бы сказать Что Он был очень хорошим сыном Больше тридцати лет Телефон Семного У нас Семечка И Больше тридцати лет Они с мамой Еженедельно писали друг другу письма То есть Где бы он ни был В санаторий В музировке Не писать маме письмо Там В понедельник Очитаться О всех произошедущих В неделе В событиях Это было Мама у него была учительница Она преподавала в той школе Он учился Домомочный Там Страшный А так Папа Был Целесарь Ну Я чуть-чуть Не помню Где он работал Но то что Именно от папы В моем папе Вот это вот Золотые руки Что умел делать У нас Дома сейчас Ну Он Брат у меня Любознательный И Он Много запоминает Что папа Рассказывал Ну что бабушка Рассказывала У нас дома есть четыре Которые Собраны руками девушки То есть Не просто он взял там старое Ремонтировал А он сам Затиливал стрелки Механизмы И их собирал И главное что они ходят Ну А то Зачем он тоже вас Примерно Примерный был Ну Ну так вот Когда со мной Пел Да У мамы К сожалению Не оказалось только слуха Но у меня еще есть Хороший учитель Это Малина мама Моя бабушка Она прекрасная Вот По крайней мере Здесь двухсторонняя Подкреплена Моя А я про маму Хотела Прочитать Папа Написал Правда Я забыла Пошли меня Я сильно виноват Хотя бы в том Что ты читаешь Много Моих посланий Утруждая взгляд Разбором Слов Укоженных У Бога Горезый почерк Норвет Любую нить Практически мысли Выраженная Ясно Я почерк Свой пытался Изменить Его улучшить Только Что напрасно Возможности Моих Диапазон И частей Телеграфии Столк Ухл Когда бы почеркнул Он С годами Он Становится Не лучше Только хуже И все труднее Разбирать его Все тяжелее Время Напрягая Читать Не пропуская Ничего Прости меня за это Пока А при грубых Время Чтоб спасать Чтоб зря Над закорютками Не плакать А с ними Письма Будет я Он Корябов Писать Я бы сказал У тебя золотые руки У него 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 С тоябов Все У него Он Субтитры подогнал «Симон» 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 Исчезла цветовая перспектива, кусочная, четко, рядом и вдали. Повыдал Волги в ярких переливах ползов, брильят, трудяги, корабли. И тучки с яркими багровыми краями приклеены к холодным небесам. — Так не бывает, — скажете, — я с вами поспорю, так как ничего не осталось. В осенний, ветреный и очень зяткий вечер я вихрил вдохновение объят, но ты на старой пальцы, что-то на плечи писал их с названием «Заканки». Застыли краски и озябли пальцы, и пести плохо слышали с меня, но я, не в силах и на них прерваться, писала их на самом склонном дне. Провержались годы. Двадцать, тридцать, больше. И чуть-второй из папки достаю, рассматриваю, лох слегка на морсах. И вспоминаю его молодость с вами. А тем не вечер, и заказ над волгой, и увлеченный сердце пересток. Работа вдохновенная, хоть недолгая, из-за членов непослушных рук. Кстати, если бы его не призвали в армию после института, еще не известно, что бы из него получилось. Он был не военный человек, через свои двадцать шесть лет военной службы. Он, мне кажется, ждал того момента, когда ему наконец не нужно будет подчиняться. Хотя он был очень, ну, как ответственный человек, он очень хорошо делал свою работу. Он прекрасный, у него жилер, у него тридцать, у него изобретатель сестра. И наш ядерный штиф. Благодаря его, он нас дал в основном участие. Вот, поэтому вторая половина его жизни, после того, как закончила службу, вот, собственно, она привела. Привела ему к тому, наверное, почему он был более склонен. Слова, красота, природа, все то, чего радуется человек. Он чувствует скамерство по стихам, что человек очень наблюдательный, очень восприимчив к этому миру. И, кстати, вот, когда хоронили Валерий Александрович, тоже был какой-то узненький день. Сколько снега выпало. В ту ночь, когда готовились похороны, и вот это кладбище, вот это шарапон, да. Угу. Вот, оно было просто по коленам. Ну, ну, даже, быстро, наверное, снизу, чем по коленам. И спасибо, конечно, военнам, которые помогли организовать эти похороны, все там было расчистено. Из-за этого кто-то мы? Выпустили, конечно. Да-да-да. Ну, спередали военнам. Да, когда вот этот салют был, когда руссками, конечно. Вот, и, действительно, какая-то полегия вокруг на этом кладбище. Насколько бы, вот я бывал на самых престижных московских кладбищах, но там все-таки нет такого вот вину, вот этого такого душевного восторга. А здесь вот елка растет рядом с могилой, и вот столько снега, то есть тоже оно говорит, что человек непростой. Ну, там же, на кладбище, конечно, не перейдем, там же кладбище, ну, похоже, хоронили эти губицы, эти губочки, эти губочки. Вот, и мы как раз накануне вместе с мамой, когда снегчиков хоронили, папку поставил рябинку. Так, на малиночнике, а деда, кстати, по множеству выросла там половина елки. Огромняюшку. Угу. Угу. И вот эта Лиза как раз посвящена, а вот точно, да? Да, да, конечно. Каждый миг его жизненный, кажется, он был. А вы помните, что это было? Да, конечно, больше было уже. Да. Я была в этом классе, когда я помню, а ей было 11 лет. А вы не могли бы рассказать, как это было, при каких настроениях? Если можно, конечно. Ну, я думаю, что это не секрет. Угу. Собственно. Было лето. Папа был на службе. Он был в выходной день. У них какой-то там отсчет был очередной. А мама полюсовала воскреснями лет из Великого. У нас стало рассказать, что брат был дома. А сестренка с подружками умерла. Но потом они у нас вызвали рядом, в нашем городке. Вот так плавали все мы с детства, потому что мы уже рожки. Вот. И она сказала... Наверное, я так помню. Она сказала, что мы пойдем на лавку. Ну, вроде как с девочки. Ну, и оттуда она не вернулась. Оказалось, что у подруги, которая не умела плавать, мальчишки выдернулись под нее круг. И она к баракту, собственно, за свету. Именно она была крупнее. И как ее по себе подняло. Именно у нас здесь вот там. А подружка спасла. Да? Да. Работала. Согласен с жизнью. Они очень сильно влияют, конечно. Чувствую, что если и эта книга была издана в ее память, если, мне кажется, действительно каждый миг своей жизни, он наполнил свету и уже каким-то другим светом наполнена вся остальная жизнь. То есть исключено. Замечательный такой поэт. Касанасий Петер. Когда он залюбился в одну стоточку девушку, дочь сердцевого генерала. Потом это чувство прошло. А у нее это чувство вспыхнуло еще с новой силой. Она не хотела отпускать Света от себя. А он искал что-то другое. Может быть, он ее легко поспело. И когда она перечитывала его с тишина по планете Света, вот это Мария Лазич, она тоже курила на балконе, тоже внестерной ситуации, что это было самоубийство. И когда она упала с сигаретой, лепитывала с сигаретой, наверное, чистее на единственное платье, она вспыхнула. И только на ее были такие слова последние. Не винить его, он еще не виноват. Это я сломан. То есть как бы она пыталась его не спасти, не сказать, что это вот она сломан. А вот это чисто отличное. Она всегда думала о нем. И вот, кстати, потом у Света появилось такое выражение. И там человек сгорел. Это как раз вспоминание о той возлюбленной Марии, так как ничего не получилось. Но действительно, вся жизнь его потом была осуществлена вот в этом, вот этой нерастемленной любви. Да, ну как же так. Ну, папа каждую минуту, мне кажется, он всегда совместил с себя прежним, с собой и цикручил. Вот в этой трагедии. И хотелось стать личным. Он, Света у нас очень хорошая графика была. Он такая правильная. И, безусловно, он ее еще больше стал идеализировать. И он пытался вот как-то сам соответствовать тому образу, который охранялся на Александре. Но, безусловно, он... Хороший не охранялся. Ему не нужно было меняться. Но он только не стремился к нему, какому свету, которая у него душа была. Ну, видно, сладко такое. С личными гостями тоже связаны. Вот эти две буквы «Р» с личными гостями тоже связаны с теми сверху. Это тоже не исключаемые пока. У папы молодцы были исключены. Да. Кстати, да, вот эта песня, наверное, которую я сейчас пою, Руцову очень любил. И... Опять же, невидимая история. Вот эта песня написана. Светочка... Слёхлопая была. И... Мимо папиного уха не проходила ни одна девочка. Без отметки, что... Вот еще девочка пошла с косичками, с косметиками. Она просто... Все девочки мира, напоминали они с них, с них, у которых... Были хорновские мосты, сверлые косички. Слёхлопая была. Слёхлопая была. Слёхлопая была. ВОЛОСА А ДЕВОЧКА СКОТИТЕЛЯ НЕ МИЛИ БЫЛА, НЕ ПСУСНЯ НЕ ПОЯТЬ ЗАТЕЛЬ ТАК ЛЮБНОСТИТЬ, И ВСЕЁ ЧУЖОЕ ПУТЬ ПОЧТИБЕ ПЛУСКОЙ ПРОИГЛОСКИ КЛАК И ОБСЕЛЬНЫЙ ЗАГЛЮ ГЛОЗА ЗАЛЕЗНОЕ БУДЬ ОЛЕЙНЫЙ И НЕЛОВКОЙ А ЧТО МОНА ТАК ХОЧЕТ ПРОСТАСА ГОВОРИГЛОСКИ КЛАЗАТЬ ЗАБУЧЕЛЬНЫЙ ПОЕСНЯ ЗАБУЧЕЛЬНЫЙ ПОЕСНЯ ЗАБУЧЕЛЬНЫЙ ПОЕСНЯ И ОКОРЫЙ БЫЧ МОЖЕТ ДЕЛАНСАМ А ВСЕЛЬНЫЙ ЗАГЛАЗАТЬ ЗАЛЕЗНОЕ БУДЬ ОЛЕЙНЫЙ САМ ЗАЛЕЗНОЕ БУДЬ ОЛЕЙНЫЙ ПОЕСНЯ ЗАЛЕЗНОЕ БУДЬ ОЛЕЙНЫЙ ПОЕСНЯ В НОСИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ МЕРОПРИЯТЕЛЯХ В НАШЕМ СМИСКИ ВАЛЕКСАН СТЕДА И ХВАРИЛ БОЛЬСЕ СТОТКИ КРИТИКОВАЛ ТАКОЙ БЫЛ ГЕДРОМ, КАКОЙ САМ ЛЮБИЛ ГОВАРИТ ЛИТЕРАТУРНЫЙ СНЕУШИТЕЛЕ И, КОНЕЧНО, УЕГО УХО НЕ ПРОГИТАЛИ НИКАКИЕ ПОГРЕШНОСТИ И ТАК МАЛО В НАШЕМ ИНОЛЕЗАЛИ ЛЕДЕЙ, КОТОРЫЕ ТОЖЕ СЛЫШИТ ДРУГО ЧЕРОВЕКА Благодаря вот ЭТОМУ, Благодаря вот ЭТОМУ ВНИМАТЕЛЬНОСТИ ПРОЯЖАЕТ СТОКОЙ СНЕУ, ОТЯТЬ НЕРАВНОДУШИЕ И ДАГО, ЧТОБЫ У НАШЕМ ИНО, НАШЕМ ИНО, НАШЕМ ИНО У НАШЕМ ИНО, НАШЕМ ИНО, НАШЕМ ИНО, ТОЖЕ БЫЛО МНОГО ТАКИХ НЕРАВНОДУШНЫХ ЛИТЕЙ, КАК ВАРИИН САМСКИ, ГОЛУДЫ Мне ХОЧЕЛОС БЫ ЕЩЕ ОСЕМ ПОСЛЫШИТЬ СТИКТВОРЕНИЕ И Я ПОЧИТАЛ ТОЖЕ ОДНО ИЗ ТЕССИХОВ, КОТОРЫЕ МНЕРАВИЛАСИ ПОСЛИЮ СТИКТВОРЕНИЕ Ну, я тогда закончу, наверное, рейт с тем стихотворением, которое, мне кажется, очень холодно было. ПОТЕРЕБУЛЯ Старый колоком Я колоком Когда-то надо мной создатели изрядно потрудились Мне довелось познать половине зной, а предлики части соколились Познав всю жизнь, я был не так уж стар, хотя бока и патины покрыты Когда судьба мне нанесла удар, каким умением были бы разбитые. Но он не разбился и не рухнул вниз, созвонився родной мне колокольня Лишь взнялся бок и брызнул веер брызг, да день пошел, ведь было очень больно. Я старый колоком И мой негромкий звон переплетен со звонами другими, но постоянно, неустанно он вызванивает ангельское мир. Спасибо, Юлиана. Ну, и такой хочется вопрос задать. Какой был вопрос с Таней, с Таней, с Таней? Что бы вы хотели, можете, с Таней пожелать? Я бы хотела порвать каждую минуту этой жизни, и не тех, кто родился нами, кто дорог нам. Не ждать, когда я в тот случай ужасно с ним, и начинаю переживать, что ты это не успел, что ты это не сделал, а ты не догадался. А ты сейчас, ну, рады людей с тобой, рады с тобой, что ты это не прекрасно. С нами была Елена Голозева. Спасибо вам. Удачи, терпимы. И выполнял совет Валерий Александрович. Творец. Тревожно на душе. Затем и почему? Кто или столкнет ее подспутно? Подсказывает, может, что умеет? Мудра подсказка или безраздно? Душа загадостна. Умом ее понять нам не донос. Она распутка выше. Не стоит обольщаться и пенять. Дай Бог ее родимую услышит. Дай Бог не спутать голос на душу. С поднасткой дьявольской шепотом гордыни. И не пропасть. В отчаянной глуши не утонуть. Без верия. Почему нет? Дай Бог тревогой тей переболет. Ее с тревогой на иминице размереть. Дай Бог душу и истину прозрет. Опять тревожиться. Надеяться. И верить. Спdie, эта происходит сильно fällt думать. Пот disease этогоisce где Ботnsа даже не длинно. Д richesи могут до примеров.